Это сверхзадача не только для системы здравоохранения, но и для всего общества. Для того, чтобы понимать, как на нее воздействовать, надо понимать, а что в нашей стране влияет на ожидаемую продолжительность жизни. А ожидаемая продолжительность жизни – это главная характеристика здоровья населения. А вот для нашей страны, у каждой страны свои балансы в этом отношении. Посчитано, что на 40% здоровье населения зависит от благосостояния людей, то есть от роста экономики, от роста доходов граждан. И поэтому здесь огромная нагрузка и серьезная ложится на финансово-экономический блок. 30% зависит от образа жизни, то есть от того, как люди занимаются, ли они физической активностью, я не про спорт высоких достижений. Обычная физическая активность, ходьба, зарядка утреннее. Помните, какие были плакаты в советское время? Второе – это полностью отказ от вредных привычек. И, кстати, хочу сказать, очень важно, что в президентском указе про это напрямую написано, о том, что мы должны существенно повысить здоровье населения. Теперь в том числе и в части образа жизни здорового. И третий 30% зависит от системы здравоохранения. Я вернусь сейчас к системе здравоохранения, я буду говорить о образ жизни и системе здравоохранения. Но, во-первых, хочу отметить, что за последние пять лет, за последние пять лет, с 2012 по 2017 год, ожидаемая продолжение жизни в нашей стране росла. Вот почему, спросите меня. Во-первых, это достижение и правительства, и министерства здравоохранения, оно входит в состав правительства, это реализация антитабачной и антиалкогольной политики. Хорошо, что это поддержал и президент, и правительство, и мы добились серьезных результатов. И это позволило увеличить ожидаемую продолжение жизни, ну, то есть снизить смертность. Потому что ожидаемая продолжение жизни считается по возрастным коэффициентам смертности. Второе, это достижение в системе здравоохранения. Тем более они ценны, что государственное финансирование здравоохранения за эти же пять лет прошедшие, оно у нас сократилось на 18%. Теперь что надо делать? Ну, во-первых, у нас есть национальные проекты. Очень важно, что будут национальные проекты, особенно в здравоохранении, в демографии. Они напрямую касаются увеличения ожидаемой продолжения жизни. Но вот на наш взгляд, экспертного медицинского сообщества, к тем федеральным проектам, которые входят в состав этих проектов, мы сегодня это обсуждали на сессе, которая очень хорошо, что это организовал Росконгресс. Были очень острые обсуждения. Мы обсуждали еще два момента, которые надо добавить. Первое, это система всеобщего лекарственного обеспечения. Вот у нас сегодня лекарства получают только льготные категории населения, или те, которые страдают определенными болезнями. А вот, например, в новых странах Евросоюза, которые близки к России по уровню экономического развития, лекарства получают все граждане, которые заболели к ней, они пришли к врачу, и врач выписал рецепт. Они дальше, им государство компенсирует эти расходы. И вот это очень важно. Потому что лекарство, это таблетка, это основной инструмент врача. И она спасает, спасает жизни. Поэтому мы все считаем, вот эксперты, что очень важно, чтобы система всеобщего лекарственного обеспечения состоялась. А для этого вы спросите меня, кто заплатит за это? Вот сейчас Дума говорила, где деньги, а я им говорю, уж как вам до Думы не знать. У нас профицит бюджета в 2018 году был 2 триллиона рублей. Ведь все-таки у нас бюджет существует для людей, а не наоборот. Значит, это первое. Второе. Мы обсуждали инфекционные болезни. Очень серьезные, несмотря на достижения определенные, которые есть у нас в борьбе с инфекционными заболезнями. Наверное, вы слышали, министр рассказывал о том, что мы ликвидировали краснуху, что у нас серьезное снижение смертности от туберкулеза. Но, тем не менее, еще очень серьезные вызовы стоят в части снижения смертности от инфекционной болезни. Особенно в трудоспособном возрасте, потому что там очень высокая смертность. И большинство смертей, а это почти 30 тысяч смертей, они могут быть предотвращены методами медицинской профилактики, то есть вакцинации, увеличением объемов лекарственного обеспечения, и эффективной организацией инфекционной службы.